здравствуйте дорогие подписчики и случайные гости здравствуйте наши друзья немножко не друзья это канал блюзовые сказки и я александр цыганок мы продолжаем цикл наших лекций о деятелях которых я считаю значимым сегодня мне хотелось бы поговорить о такой черной леди как одетта холмс я не не знал ровным счетом ничего до тех пор пока не посмотрел фильм о котором я уже говорил как-то этот фильм называется lightning and battle снимал его мартин скорсезе это фильм-концерт 6 столетия блюза и там выступали все и вся в числе вот этих всех была некая старушенция одетая скажем так с претензией на афроэтно на ней был какой-то несуразный берет она была в каком-то не то карибском не то африканском бурнусе в общем выглядел очень колоритно на фоне блиставших своими туалетами индиэри рут браун натали колл и прочих эти выглядели действительно как леди но эта женщина запомнилась мне совершенно другим мартина скорсезе удалось схватить эпизод ее перебранки очень эмоциональной причем с группой которая аккомпанировала рут браун заметим что в числе аккомпаниаторов рут браун были такие персоны как к дну как доктор джон по-моему как хайрам балок я правда не уверен насчет хайрама балок она что-то очень похожее кто-то был так вот она вдруг не с того ни сего в момент репетиции подошла и сказала что вы мешаете этой бриллиантовой женщине такому бриллианту как рут браун мешаете своим громким звуком причем она это говорила совершенно серьезным сварливым тоном они как зайчики напуганные притихли вы представляете себе доктор джон буду искит так сказать гуру или кэбмо сидели как именно зайчики я их почему-то ассоциировал в этот момент зайчиками а она на них ругалась ну и как бы я бы дальше никакого внимания не обратил но потом в ходе самого концерта когда ее позвали и она запела песню джим кроу а джимми кроу отдельная оговорка отдельная сноска дело в том что джим кроу это автор законов о сегрегации то есть о разделении между белыми и черными рабство то было отменено но дело в том что даже библия на которой присягали для черных была одна по джиму кроу а для белых другая трамваи для белых одни для черных другие и так далее и тому подобное в общем слава герастрата ждала этого джима кроу о нем слагаются песни ругательные исключительно черными музыкантами но он тем вошел в историю он вошел в историю своими дурацкими введениями так вот когда одетта запела песню джим кроу у меня пробежал мороз по коже это запела настоящая старая мамба из байл лэнда в общем я был потрясен значительно больше чем когда выступала сама рут браун за которую она заступилась перед ее музыкантами мне захотелось узнать побольше об этой женщине и что вы думаете оказалось что ее боевитость и ее и такая ну скажем агрессивность так назовем не случайный оказывается еще во времена мартина лютера кинга известного борца за права черных она слыла королевой фолк музыки он ее так назвал теперь о ней немножко подробнее и так девочка по имени адетта холмс родилась в городе бирмингеме штат алабама ну вы знаете это явление в америке и наверное есть москва есть петербург естественно бирмингем есть как и в англии то есть повторяются название городов поэтому не пугайтесь к этому все привыкли и когда и было семь лет они переехали вместе с мамой потому что папа умер рубен холмс и они переехали в лос-анджелес с этого момента весь творческий ее путь был связан ни много ни мало с голливудом вот это опять же подтверждает мою концепцию о неслыханном везении вот этим звездам блюза и соул и так смотрите как развивались события дело в том что когда ее услышали педагоги они сказали что этой девочки адетти холмс не мешала бы заняться вокалом но мама отнеслась к этому скажем так легкомысленно несерьезно она подумала что каким образом в бедной черной семье вдруг станет великой певицей дочь кстати на тот момент мама уже вышла замуж за некоего зэдака фелиуса и адета временно получила фамилию фелиус так вот как бы то ни было шло время и аж до 13 лет адета не занималась музыкой вообще но в 13 лет вдруг как говорится пошла карта она запела все пришли в неимоверный восторг и в сорок четвертом году когда ей было 14 лет она уже оказалась ни много ни мало в музыкальном голливудовском театре который назывался turnabout puppet theater сорок четвертом году составе небольшого вокального ансамбля а в сорок девятом году когда ей было девятнадцать лет она уже гастролирует с туром файне с rainbow и вот после пятидесятого года начинается и и взлет первый альбом назывался ты нэнджел оловянный ангел который вышел в 1954 году вслед за этим альбомом пятьдесят шестом году она уже выпускает альбом адета сэнс баланс and blues причем упор сделан не на блюз а упор сделан на фолк и с этого момента можно считать что на свет или на небосклон взошла звезда фолк музыки причем не только черной музыки но и белой до сих пор я то есть до того как я услышал оба дэти холмс я считал что фолк сингерами являются вуди гатри пит сигер а позже боб дилан джоан байз и даже в какой-то степени джанис жоплин и тут уважаемые пользователи я вам хочу сказать что я был очень удивлен когда прочитал что боб дилан джанис джоуплин джоан байз и мэйвис теплс говорят что они были вдохновлены и они оказались под влиянием кого бы вы думали вот этой самой скандальной адепты холмс или адепты фелиус откуда взялись боевитость и агрессивность вот откуда она встретилась с такими людьми как гарри белафонте это известный общественный деятель имеющий афро итальянское происхождение каких только гибридов не не носит земля американская белафонте но при этом черный и мартин лютер кинг вот в поддержку мартина лютера кинга известного священника и борца за права черных она и начинает выступать а он соответственно мартин лютер кинг называет ее королевой фолт музыки сама же она скромно заявляет мы скромно ли или не скромно мы не знаем но она говорит я всего лишь рядовой солдат одной большой армии и вот солдатом одной большой армии она оставалась всю жизнь она записала около 27 пластинок она снялась в трех фильмах она снималась телевизионных шоу она участвовала в марафонах сначала по городам калифорнии вместе с мартином лютер кинг и лютером кингом и соответственно вместе с гарри белафонте потом она участвовала в совместных фестивалях где принимали участие такие люди как тадж махал и гай дэвис как вам фамилии здесь же эрик биб но эрик биб слишком молод он уже захватил ее пожилые годы в общем вся ее сольная карьера как джазовая она пела и джаз как блюзовая она пела и блюз как госпел спирич уэлзовская или просто фолк сонговская вся ее карьера была связана с постоянной борьбой за права черных тут на этот счет можно пошутить что они добились даже больших прав чем белые но тут я умолкаю постольку поскольку меня можно будет обвинить в том что я опять же ущемляю права черных но это мое личное мнение как вы знаете я свое мнение тут только и высказываю я не претендую на какой-то объектив она великолепно играла на гитаре играла на фортепиано обладала очень притягательной внешностью кстати когда я посмотрел в ее молодые фотографии я был просто завороженным была такая монументальная красавица коротко остриженная очень статная то есть подходящая для образа бойца такого симпатичная она совсем не похожа на молодых своих черно-белых фото совсем не похожа на ту старушенцию в афро берете скорсезовском шоу в этом но тем не менее болезнь сломила ее как она ломает всех в 2008 году 2 декабря одетта холмс или просто одетта умерла от болезни сердца но ее считают по мнению журнала time она возглавляет рейтинг фолк певцов и фолк певиц американских где же тогда боб дилан где же тогда джанни жоплин вот так вот собственно ее песен достаточно много ее дискография большая очень и можно послушать я не хочу очень подробно останавливаться на ее личной какой-то жизни и я лишь бросил несколько штрихов на портрет и и как портрет бойца вот пожалуй оба дайте холмс и достаточно но сейчас что-нибудь музыкальное холмс и Субтитры сделал DimaTorzok 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 На этом у меня все, дорогие друзья. Это были «Блюзовые сказки». Подписывайтесь, слушайте, смотрите нас. Мы будем появляться. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok